Лайф-студия на седьмом продолжается. Для вас работают Евгений Салтан и моя коллега Вера Короченко. Здравствуйте! В эту субботу в Одессе состоится всеукраинская акция против изделий из натурального меха. На эту тему и поговорим в ближайшие 30 минут. Говорить будем с нашими гостями. Это Елена Марченко, представитель инициативной группы защиты прав животных. Здравствуйте! И Светлана Бурсукова, председатель общественного совета зоозащитников Одессы. Здравствуйте! Насколько я понимаю, акция всеукраинская. Расскажите подробнее, в каких городах она пройдет и что конкретно будет в Одессе происходить. Да, это уже вторая такая масштабная всеукраинская акция. И хотелось бы, возвращаясь к первой, сказать, что она дала свои результаты. Но для начала, прежде чем мы будем говорить по теме, я бы, во-первых, хотела поблагодарить вас за то, что вы постоянно интерес проявляете к этой теме. И, конечно же, поздравить вас и вашу аудиторию с наступившим Новым Годом. Пожелать вам и вашим слушателям и зрителям хорошего настроения, свершений всех планов. А главное, чтобы мысли людей, которые находятся рядом с вами, были такие же красивые и белые, как вчерашний снег в Одессе. Спасибо. И, кстати, для нашей аудитории вы можете принять участие в традиционном голосовании. На данный момент вопрос звучит так. Как вы относитесь к изделиям из натурального меха? Крайне негативно или нейтрально? Ну и кроме этого, вы можете звонить к нам в студию. Телефон вы видите в правом нижнем углу своих экранов. Звоните и высказываете свое мнение. Итак, к акции. У нас прошел всеукраинский марш в поддержку прав животных. И он дал первый результат. Лось внесен в Красную книгу Украины. То есть можно со стопроцентной уверенностью сказать, что это результат активности наших граждан. Теперь Александр Тодорчук, создатель и организатор платформы UAnimals, решил сделать второй шаг. Он обозначил эту дату, 20 января, и обратился ко всем городам Украины опять в таком же формате поддержать. Но в этот раз его задумка сводится к тому, чтобы не пройти маршем и привлечь внимание людей к акции как таковой, а чтобы выбрать максимальное количество торговых точек, где реализуются изделия из натурального меха. Эта акция, в его понимании, растянута во времени с 10 утра до 8 вечера, то есть режим работы магазинов. Любой желающий, конечно, может поучаствовать. Почему одиночные пикеты? Во-первых, для того, чтобы максимально охватить, скажем так, количество торговых точек, и чтобы это не выглядело, что это лоббирование или наоборот заказ конкурентов какой-то торговой точки. То есть это тоже важно, чтобы было правильное восприятие. Ну и во-вторых, чтобы максимально пообщаться с теми людьми, которые намерены покупать такие изделия, пообщаться с теми, кто их реализует. Потому что это тоже важный момент. Многие мировые известные модельеры отказались уже от использования натурального меха. Вы знаете, это, наверное, и в Сен-Лоран, Кельвин Клайн. Они не отказались полностью. Сейчас в этот раз и в этом году уже присоединился Андретан, например, украинский дизайнер. Он тоже гарантировал, что больше натурального меха не будет. То есть вот эта акция по времени и по формату представляется так. Но все желающие, я опять-таки повторяю, могут присоединиться. Не стоит цель клеймить позором. Во всяком случае, никто никого не будет обливать зеленкой и бить витрины. То есть, по сути, такая профилактическая беседа. Вы общаетесь с бизнесменами, которые реализовывают эти вот шубы и так далее. Вы думаете, реализаторы после такого общения откажутся от этой продукции? Вы знаете, капля камень точит. Мы будем общаться и с людьми, потому что заставить кого-то от чего-то отказаться, насилие всегда вызывает противодействие. Наша задача – достучаться до сознания. Я вам скажу откровенно, я тоже была одно время покупателем шуб. С удовольствием их носила, и мне казалось, что это красиво. Ровно до той поры, как я не посмотрела фильм «Земляне». И когда я увидела, как с этих животных живьем они еще кричат и плачут, а с них тянут шкурку живьем, чтобы не испортить, вы знаете, у меня охота покупать и носить шубы отпала полностью. То есть надо как минимум тогда название фильма сказать и обратить внимание людей. И если эта акция позволит хотя бы 5, 10, 15 животных спасти, мы тоже будем рады, это тоже будет первый шаг. Я хочу сказать, что я специально промониторила интернет, то Одесса, по-моему, впервые, если я не ошибаюсь, на Украине, кто стал родоначальником таких акций. В 2012 году я инициировала акцию антимеховую, и каждый год я это делала. Но не только я, еще другие волонтеры, единомышленники. В прошлом году проводила группа, вернее, организация «Здоровая Одесса» Анастасия Писк. А те годы проводили наши ребята, общественная инициативная группа «Защита прав животных». Я очень рада, что действительно с каждым годом все больше и больше людей присоединяется к этому течению антимеховому. И сегодня в Одессе уже очень многие организации действительно откликнулись на вот такой вот призыв протестовать против меховой индустрии. Мы в этом году решили присоединиться к всеукраинской акции, потому что это было бы логичнее. Как бы, ну, одиноко стоять всеми, только Одесса выходит. Хорошо, что в этом году уже и другие города. И спасибо большое Александру Тодорчуку, что он... Вот мне кажется, что их вот эта UAnimals платформа, чем она важна, и он умеет это делать, это объединение. Потому что он как-то так умел объединять все города. Значит, я хочу сказать, что мы пройдем наши несколько групп. Это будет волонтерская группа «Время перемен», это будет инициативная группа по защите прав животных, это будет группа «Здоровая Одесса» и еще ряд волонтерских групп. Почему мы выбрали именно марш? Хотя мы знали изначально, что будут одиночные пикеты. У нас есть свой опыт с 2012 года, это уже, считаете, сколько, 6 лет, да, когда не очень всегда верно реагируют представители меховых магазинов на вот такие вот стояния конкретно у них под дверями. Поэтому мы решили пройтись. Они бывают вплоть до того, что затевают драки. Выходит охранник, провоцирует, да, у нас были драки. Но с другой стороны их тоже можно понять. Нет, их можно... Поэтому мы выбрали именно такую форму, потому что, как бы, одиночные пикеты хорошо, но не знаю, вот, какой будет результат. Было бы, конечно, здорово, если будет хороший результат. Но когда вы идете маршем, вы вместе, да, и больше... Наверное, не накинутся охранник. Да, во-первых, не накинутся. Меньше вероятность... Ну, как я себе представила, знаете, стоишь с плакатом под магазином, вышел охранник, плакатик, ну, как-то там порвал, тебе сказал «до свидания», и ты ушел. Ну, что ты можешь сделать? А когда у вас уже 20-30 человек, да, и вы идете по городу, вы говорите лозунги, нам этот формат ближе. Но мы точно так же поддержим этот всеукраинский марш, и, как бы, традицию эту заложили, и дальше ее будем продолжать. И я хочу сказать, да, еще один такой важный момент, что на сегодняшний день отказались многие страны от звероферм. Это Норвегия, Хорватия, Чехословакия, но самая первая страна — это Израиль. Они запретили даже ношение меха, не то что зверофермы. И вот последняя страна — это Норвегия. У них план до 2025 года полностью закрыть все зверофермы. То есть весь мир понимает эту проблему, что на сегодняшний день мех — это не необходимость, это дань моде, но это очень жестокая мода. То есть они и при жизни, эти животные, жутко страдают, и смерть у них очень страшная. И модно ли это жестокость? То есть сейчас нужно вопрос ставить так, это модно жестокость в нашем настоящем мире, или это не модно? Поэтому, конечно, мы всех призываем, чтобы прежде всего люди не создавали спрос. Поэтому на нашем марше будут листовки, будут плакаты, их будет много, будет мегафон. Мы будем активно призывать граждан, чтобы они обращали на нас внимание. И таким образом, мы думаем, задействовать, насколько это возможно, максимальное количество человек, привлечь внимание к этой проблеме. По поводу мировых тенденций, у нас есть небольшой сюжет по поводу того, как действительно в разных странах мира борются за права животных. Давайте посмотрим сюжет и продолжим обсуждение. Отказ от жестокого обращения с животными становится мировым трендом. Так, во многих странах задумываются о прекращении использования натурального меха в модной индустрии. Например, в Бразилии запрет на импорт и продажу изделий из меха был принят еще в 2015 году, а в Индии подобный импорт прекратился в январе 2017-го. Кроме того, от убийства животных ради моды уже отказались и многие ведущие модельеры. Так, в 2016 году резонансное заявление о подобном отказе сделал модный дом Джорджо Армани, а итальянский бренд Гуччи планирует прекратить использование натурального меха в своих изделиях с наступившего 2018 года. Ранее натуральный мех из своих коллекций исключили и другие ведущие торговые марки, такие как Юга Боск, Эльвин Кляйн, Томми Хилфигер и Зара. Ну вот, собственно, это подтверждение ваших слов действительно про мировую модную индустрию. Как видим, да, норка и писец уже не в моде. Более того, я вам скажу, в европейских некоторых странах становится в таких шубах натуральных ходить опасно по улицам. У меня подруга вернулась из Германии и говорит, что там это просто мавитон. И небезразличные граждане могут просто выплеснуть на вашу шубу зеленку и таким образом продемонстрировать, если до вас не доходят увещевания и призывы к совести, то тогда придется отказаться по другой причине. Вы знаете, я бы не стала ставить вопрос только категорично, что вот мы против, это я вообще сторонник борьбы за что-то, а не против. Поэтому я за то, чтобы людям давать нужную информацию. Опять-таки возвращаясь, вот пока человек это покупает и не задумывается, какой ценой она дается, то это все и происходит. А если человеку дать нужную информацию и рассказать, как это, вот как про те же цирки, да, показали ролики, как дрессируют животных, многие ведь в цирк перестали ходить, потому что они увидели, какой ценой. Здесь тот же процесс. Человек должен понять, какова цена, что эта цена очень велика, что цена — это чужая жизнь, жизнь живого существа, и тогда он сам придет к этому совершенно спокойно. Вы упомянули Германию. Насколько я знаю, в Германии запреты на ношение меха в том числе есть, но они локальные, а не общенациональные. Тем не менее, вот если говорить об общенациональном запрете на законодательном уровне, как вы считаете, может ли такой запрет появиться в Украине? Однозначно может, и не только может, но и должен. Есть много петиций, насколько я знаю. Мы все для этого делаем, и сейчас продолжается работа все-таки над законопроектом, который должен родиться, и который ведет эти запреты. Потому что вы упомянули Германию, но Германия — это несколько такой пример для подражания специфический. Там вообще очень многие вопросы решаются именно на локальном уровне. Вот, например, целостного запрета на использование животных в цирках, возвращаясь в цирк, и там нету. Но там каждая земля приняла решение о запрете сдачи в аренду под вот эти шапито территории. То есть вы можете приехать, но что вы будете с этим делать? Вам никто не имеет права дать участок, поэтому не едут. Не едут. И у нас таким же путем пошел Днепр. Они тоже на местном уровне и сдали решение о запрете въезда животных для развлечения на территорию города. Я внимательно вчиталась в решение сессии горсовета за 2014 год, у нас в решении сессии горсовета сказано, что у нас тоже запрещены дикие животные не в передвижных цирках, там нет такого слова передвижные, просто в цирках. Но теперь нужно каким-то образом, даже наш державный цирк тоже как бы попадает под это. Но теперь мы должны тоже как-то к этому... И с мехом будет то же самое. То есть нам главное привлечь внимание. И я думаю, что в скором времени появится законопроект, который будет запрещать зверофермы. Ну, ношение меха, наверное, будет следующим этапом. И я хочу пользоваться случаем, пока я не забыла, сказать, проанонсировать, где наш марш начинается. Наш марш, прошу присоединиться всех желающих одесситов, начинается от Садовой 11 с 12 часов дня. Мы идем до Дерибасовской, там тоже есть ряд магазинов. Затем идем по Ришельевской, Екатерининской, Жуковского, Пушкинской и до Дюка по Приморскому Бульвару. Сколько сейчас там планируется в этой акции? Вы понимаете, так как сейчас очень развито в социальных сетях общение, то это непредсказуемо, но на сегодняшний день откликнули, что уже точно придут больше 30 человек. Полиция уведомлена? Да, конечно. У нас стоит печать о том, что полиция уведомлена. Я бы хотела поинтересоваться у Светланы, вот как будут защищены люди на одиночных пикетах? Это наша ответственность. Люди защищены будут на порядок уведомительный и одиночные пикеты не требуют согласований как таковых. Это во-первых. Во-вторых, никто не собирается оставлять людей один на один с плакатом. Значит, наш формат предполагает, что все союзники-единомышленники будут находиться рядом, естественно. Но это не будет выглядеть маршем, это не будет выглядеть именно таким массовым зрелищным мероприятием. Я еще раз повторяю, что адреса и время нахождения в этих адресах мы опять-таки через социальные сети одесситов уведомим поближе к акции. И у каждого будет возможность выбрать удобное для него время, а главное место в выходной день, чтобы поучаствовать в этом. То есть формат одиночных пикетов, он гораздо больше расширяет возможности для участия небезразличных граждан участия в этой акции. Вы знаете, возвращаясь вот к законам, мы все время как-то пытаемся уйти законы, законы... У нас есть много хороших законов. Наша главная проблема заключается в том, что нет механизма контроля за их исполнением. И главное, нет наказаний за их неисполнение. Вот это у нас хромает абсолютно во всех сферах. Что в зоозащитной деятельности, что в сфере социальной. Вот это проблема, с которой реально стоит поработать. Знаете, что самое интересное, мы когда выбирали маршрут с группами волонтеров, с единомышленными, присоединительными группами, мы начали разрабатывать маршрут. И взяли, значит, с перечень в интернете, вот прямо дубльгистам, другие вспомогательные службы, магазины меховые. Вы знаете, что очень многие закрылись, просто закрылись. Их нет. У нас прошла девочка, которая живет в центре города, одна из соучастниц, скажем так, этого марша. Она говорит, Лена говорит, там закрыли, там закрыли, там закрыли. Ина говорит, куда мы идти теперь будем? Давайте будем реалисты. Цены в наше время. Они закрылись временно просто? Нет. Они просто закрылись. И наш маршрут, знаете, так вот как бы... В Одессе реально, к счастью, очень мало осталось. Магазинов. Мы были так поражены, что реально их закрыли просто. Ну закрыли их, ввиду экономики. Спрос, конечно, меньше их закрывают. Почему? Потому что меньше спрос. И причина, конечно, цены, и причина, конечно, на ментальность. Обязательно ментальность меняется. Ментальность, да, но в меньшей степени, в большей степени все-таки экономическое положение такое, что людям сейчас не до шуб. Давайте будем говорить откровенно. Это не хлеб, не молоко, не овощи, которые купят, или не игрушка ребенку, которую покупают в первую очередь. Вопрос одежды у нас, как правило, по менталитету даже отодвигается на последний план. Поэтому шуба, это все-таки категория такого достаточно дорогого товара. И я думаю, что экономической конкуренции просто владельцы, меховых магазинов не выдержали. Это чистая экономика. Но ментальность тоже не чистая экономика. Скажу вам почему. Сейчас, благодаря интернету, сейчас эти страшные душерождирающие ролики, Светлана сказала, да, про земляне, они просто заставляют, это я не знаю, кто может это посмотреть, и у кого все равно потянется рука, скажем так, пойти и купить этот товар. То есть это тоже играет очень большое значение. И экономическая, и эта составляющая, конечно, имеет большое значение, потому что люди все-таки имеют сострадание. Да, вот нормальные, психически здоровые люди не могут не сострадать и не могут не понимать, что мех — это жестоко на сегодняшний день. То есть, ну... В связи с этим, Светлана, вопрос, какое количество магазинов вы собираетесь пикетировать, ну, ориентировать? Мы насчитали 15. Это все в центре Одессы. Но название я сознательно... Нет, не только, не только, нет. Мы постарались охватить... То есть это всего по всей? Да, да. Ну, пока мы себе маршрут, мы формируем, у нас сегодня к вечеру должен родиться окончательный перечень магазинов, потому что предпочтения были 15-20, чтобы это было действительно ярко и, скажем так, массово. Но название я не буду озвучивать, потому что это будет звучать как реклама в эфире, или предупреждение, знаете, не буду этого делать. Но до 20 магазинов, я думаю, мы не наберем. Это будет магазинов 15. Целях безопасности лучше не озвучивать. И другой вопрос. В социальных же сетях все равно появятся названия магазинов. А вдруг, ну, не предполагаете ли вы, что владельцы магазинов посмотрят и просто закроются в этот день, не будут работать? Значит, мы будем... Эти магазины находятся не на Луне, мимо них, мимо их витрин ходят люди. Значит, мы будем общаться с людьми. И мы будем рассказывать, и мы будем... Даже тот, кто собирался купить, ему же не сказали, что магазин закроется в связи с акцией. Он придет, будет пока читать, почему закрыто, мы с ним побеседуем, пообщаемся. Вы сказали, что возле каждого магазина будут одиночные акции, поскольку человек будет находиться возле каждого магазина. Мы планируем, что это будет передвигающийся такой вариант одиночных пикетов, в принципе, до пяти человек. До пяти человек возле каждого магазина? Да, да. Ну, посмотрим, насколько будет действенная ваша акция. Вы знаете, очень много людей откликнулось, очень много людей откликнулось. По нашим подсчетам, у нас уже более ста человек изъявили желание поучаствовать. Единственное, почему я все-таки поняла, Александр Тодорчук, это вот просто респект ему. Он действительно профессиональный, знаете, и креативный менеджер в хорошем, в самом хорошем понимании этого слова. Вот он в выходной день, тоже немаловажно, человеку далеко ехать лень, да? А если у него рядом магазин, и он, в принципе, идеологически рядом, ну, почему не присоединиться, да? То есть этот фактор временного такого значения тоже играет роль. По поводу того, что вы будете общаться с людьми на предмет того, покупают они шубу из меха или нет, мы также пообщались с людьми на предмет того, как они относятся к изделиям из натурального меха. Давайте посмотрим опрос. Даже не знаю, об этом не думала. Ну, как вы считаете, неужели вот при развитии технологии в 21 веке необходимо убивать животное ради того, чтобы согреться? Ну, это бизнес. Бизнес бывает разный. Когда люди едят мясо, это нормально, я считаю. А вот когда люди используют, допустим, кожу крокодила или мягки животных, допустим, норки, да? Это как бы, ну, противоречит всем законам природы. И в этом нет смысла. То есть, получается, человек нарушает цикл природы и, ну, это пагубно для природы в итоге сказывается. Есть искусственный мех, например, который можно сделать там из чего угодно. Я не знаю. И животных при этом не следует убивать. Например, раньше это было важно, когда у людей не было технологий для того, чтобы сделать какие-то, например, теплые утеплители. И люди нуждались в том, чтобы убивать животных, потому что только их мех мог согреть. А сейчас в этом нет нужды. Я отношусь еще к убийству людей ради выгоды. А уже животные тут уже... Начнем с людей пока. Ну, как, почему? Это понятно, почему? Что за вопрос? Чего же животных убивать? Вы все принесете? Да? Ну, а что ж? И я же это убиваю. Ну, плохо отношусь. Конечно, плохо. Ну, потому что животные тоже имеют право на жизнь. И не обязательно одевать на себя все из меха. Поэтому, в принципе, если их не будет, будем жить спокойно. Скажите, в 21 веке при развитии технологий, которые позволяют человеку без меха согреться, нужно ли убивать животных? Обязательно не нужно убивать. Я поэтому на это и наглошаю, что наоборот, придумывайте что-то другое, чтобы была альтернатива. И есть очень много шуб, которые действительно абсолютно не требуют животных убивать. Господи, ну, конечно, отрицательно. Естественно, это живое существо, оно чудное, прелестное, как можно. А вы сами мех не носите? Ну, в общем-то, максимум тот бубунчик, как видите. Видите, я в пуховике. Я не ношу шубы, потому что, ну, не знаю, мне жалко животных. Они беззащитные, и это немножко, я даже считаю, унизительно для людей, вот так вот относиться к животным. Поэтому я за защиту. Если будут какие-то митинги, зовите меня. Ну, как мы видим, есть категории людей, которые не носят шубы, но при этом у них есть воротник или там тот же бубунчик, да, на шапке, они не задумываются, как одна женщина сказала, ну, не я же убиваю этих животных. Как и грамотность повышать людей, и всем показывать... А вы знаете, я бы на другой аспект обратила внимание. Обратите внимание на размышления, разделите возрастные категории. Молодёжь мыслит совершенно иначе. Девочка вспомнила новые технологии, девочка сказала, что можно... И чем старше покупатели, или носильщики меха, тем они более такие консервативные. Девочки в интернете смотрят ролики страшные. Девочки — это молодое поколение, это радует. Я вам скажу честно, сама из Америки привезла искусственную дублёнку. Стирается в стиральной машине. Проблем намного меньше, чем с натуральными шубами. Правда, технологии действительно позволяют делать хорошие изделия. И молодёжь, всё-таки смена поколения и смена менталитета, она уже заметна. Это классно. Я бы хотела как врач отметить, вот люди всё-таки объяснить, да, и вот, может быть, сейчас пользуясь случаем, почему этого делать не надо носить меховые изделия, не нужно создавать спрос. Дело в том, что вот эти вот животные, которые живут на зверофермах, они не только умирают страшной смертью, они и живут страшной жизнью, они ежесекундно страдают. То есть они лишены возможности выполнять свою биологическую программу. Они не видят ни земли, ни растений, не выполняют то, что им положено. Они сидят в маленьких, чтобы вы себе представили, в маленьких клетках. Много-много их там набито. У них даже нету твёрдого пола. У них лапочки проваливаются в эти дырки. Их специально кормят такими препаратами, вернее, пищей, которая содержит химию, которая увеличивает рост меха. И шкуры, и они сидят такие страшные, больные, несчастные. И при этом ещё и мучительная смерть после этого. Их либо забивают, либо в газовую камеру бросают, либо живьём сдирают шкуру, ударяют по голове. То есть способов много. Или электрическим током. Лучше всего мех считается, который сняли с живого животного. То есть он считается по качеству самым хорошим. Вы себе представляете, то есть есть кадры в интернете, где животное ещё моргает глазами, а на нём уже нету кожи. Это так страшно. И разве это может быть модно? Я сейчас просто хочу обратиться к тем, кто нас смотрит. Это не модно. Это за этим стоит миллионы, миллиарды страшнейших мучений. Я прошу каждую женщину, которая ещё не задумывалась, задуматься и над баламбончиком, и над воротником, и над целой шубой. Мы призываем, конечно же, отказаться. Ну да, потому что, по сути, ради этого баламбончика, да, и убивают животного. И тепло здесь ни при чём. Когда мне говорят про тепло, я всегда спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, видели, когда космонавта, который выходит за пределы космического корабля, там минус 273 градуса, и он что, говорю, в шубе? Видели космонавта в шубе? Или альпиниста, который залез на гору в шубе? Говорю, по-моему, это глупость. То есть вы, говорю, даже про тепло не говорите. Я говорю, и ради вас, ради того, что вы хотите покрасоваться, мучения такие... Это более дань моде, нежели... Я же говорю, чтобы люди понимали. Понятия красоте и о моде, они тоже формируются искусственно. Мы же это понимаем. Я не знаю, не каждая ли женщина, но многие девушки, женщины мечтают о шубе из норки, допустим. Можно я скажу... Мне кажется, что это в 90-х. Можно я скажу гадой? Нет, да есть такой... Можно я скажу гадой с тем женщинам, которые считают, что только шуба её красит? Поверьте, если человек морально зрелый, если ему есть чем гордиться... Марк Цюкерберг, говорят, ходит в одной футболке и джинсах, да? Ну, у него их 20 пар и всё. И он не одевает на себя шубу для того, чтобы продемонстрировать свой ум и достижение. То есть надо, наверное, учиться какому-то самоуважению и формировать в себе те качества, которые будут, кроме шубы, которые будут показывать красоту человека. А шуба — это тоже красота за чужой счёт. Животное погибло. Какое отношение женщина имеет к этой красоте? Что она одела её? Ну, давайте будем говорить. Это нечестный поединок. Причём тут она к этой красоте? Она краше от этого не стала в шубе, правда? У неё стало восприятие себя другое, да? Она в собственных слазах подняла свою самооценку. Или мужа, который ей это купил, да? Но на самом деле она от этого не изменилась. Наоборот, она продемонстрировала свою такую, знаете, моральную незрелость. Если она не в состоянии понять, что кто-то ради такой её красоты страдал, то здесь на самом деле надо работать с менталитетом людей. И вот эти фильмы, эти все моменты надо людям объяснять очень постепенно. Потому что срабатывает политика страуса. Вы видите, как женщина сказала? Ну, не я же убиваю. Да она задумалась, ей стало стыдно. Это уже большой шаг. Да. Поэтому вот она услышала. Следующим шагом будет в том, что она что-то посмотрит. Может быть, потихонечку. Может быть, ни с кем не советуюсь. Но всё равно работать со знанием людей. И я уверена, что у нас люди на самом деле, особенно в Одессе, добрые по душе. Ну, добрые, правда. И просто к этой доброте надо достучаться. Правильным образом. И как вы считаете, как часто нужно такие акции проводить? То есть акция будет 20 числа? Может быть, проводить их несколько раз в год? Или мех летом будет неактуален? Пропаганду культуры и гуманного отношения и к животным, и друг к другу надо проводить регулярно. И чем чаще, тем лучше. Если об этом говорить, давайте вспомним. Вот вы представители средств массовой информации. Ещё пять лет назад увидеть по телевизору репортаж, связанный с животными, это было большой диковинкой. Правда ведь? Сегодня этих репортажей много. И ситуация меняется, и меняется в лучшую сторону. Регулярная работа, она всегда даёт свои положительные результаты. Это однозначно. Ну и в связи с этим, Елена, к вам вопрос. С 2012 года по сегодняшний момент насколько увеличилось количество людей, которые вместе с вами отстаивают права животных? Вы знаете, их увеличивается количество с каждым годом. И более того, мы придумаем различные методы и формы донесения информации. В прошлом году вообще была прекрасная акция, на которой я принимала непосредственно участие. Мой ребёнок, кстати говоря, был флешмоб. То есть была клетка, была девушка, которая переодета в рысь. Это было очень страшно, потому что даже я отвернулась, и мне хотелось плакать. И вот моя дочка играла роль маленького рысёнка. И как эту маму забирают у этого рысёнка, и как рысёнок бегает, плачет под определённую музыку, где мама. И эту рысь, как её снимают, сдирают с неё шкуру. Люди, вы знаете, они останавливались, это было возле дюка, это мурашки по коже. Вот это была просто бомба. Конечно, и всё больше и больше людей приходит в наши акции. Между прочим, люди, к которым мы подходили, я подходила с флайерами, давала флайеры, говорила, посмотрите, говорю, это не после вашей шубы осталось, а там такая ободранная кожа, животное с ободранной кожей. Люди, честно говоря, говорили, извините, да, мы понимаем, то есть уже никто не говорил, типа отстаньте и так далее. То есть ни один человек не отмахнулся, не сказал, что мы занимаемся ерундой. Всё-таки люди задумывались над этим. И я думаю, что вот, я же говорю, с каждым годом число растёт. Вот теперь Светлана сказала, что очень много людей хотят, даже, по-моему, нету столько магазинов, сколько есть желающих. Я думаю, что мы охватим весь город, то есть одиночные пикеты под каждым магазином, плюс мы марш. Я думаю, что Одесса должна взорвать всю Украину. Вы знаете, говоря о количестве присоединившихся, никогда раньше в Одессе на марше, посвящённой защите прав животных, не выходило такое количество людей. Тот марш, который мы проводили в прошлом году, было больше 750 человек. Это просто количество... А в Украине 10 тысяч? А 15. 15? Да. 15 тысяч человек одномоментно вышло. То есть это на самом деле позволяет сказать, что зоозащитное движение в Украине таки да, родилось, и оно развивается. И во-вторых, что вопросы гуманного отношения к живым существам людей волнуют. Да, в каждой сфере оно как-то происходит по-разному. Вы знаете, если есть одна минута, я бы хотела воспользоваться... К сожалению, нет, 20 секунд давайте. 20 секунд выполнять решение Горсовета о защите котов. Многие ЖЭКи противятся, поэтому и обещают открыть тогда, когда потеплеет. У меня тогда вопрос, а зачем тогда открывать, если потеплеет? Итак, давайте напомним Одесситам. В нашем городе в эту субботу состоится всеукраинская акция против изделий из натурального меха. Стартует она ровно в 12.00 по адресу Садовая, 11. Давайте подведем итоги нашего вопроса. Очень интересно было наблюдать за ними в течение всей программы. Что имеем на данный момент? Ваши отношения к изделиям из натурального меха. Крайне негативные, 79%, и нейтральные, 21%. Почему я отметил, что было интересно наблюдать за результатами? Потому что было время, когда лидировал варианты нейтральные. Вот так вот. Вам спасибо огромное за участие. Думаю, итоги акции, которые состоятся в субботу, подведем уже на следующей неделе. В этой студии, напомним, были Елена Марченко, представитель инициативной группы защита прав животных, и Светлана Барсукова, председатель Общественный совет за защитников Одессы. Вам огромное спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова